Так, заехочка. Кувырьки через ветки деревьев только так преодолевают снежные горы на Аделе-Кутуе. Местные называют их кавказскими, но вместо красивых видов травмоопасный путь. Вот ее даже немножко видно. Она идет туда, ну до конца забора точно вот этого, она идет туда свалить. Тропинки занесли КамАЗы, груженные снегом. Пока мы снимали на территорию, пытались заехать еще три грузовика. Правда, привидители камеры свернули с маршрута. А водитель бульдозера, работавший на территории, вовсе сбежал. Можете с нами поговорить по-мужски? Или можете покачать только головой? Работа не закончилась, что ли? Как получается? Затопит вообще все, и здесь просто образуется болото. То есть, я вообще боюсь, что экологическая катастрофа может начаться. Бунигон тянется на полтора-два километра, и на всем его пути те же самые деревья, что уже нарушение экологических норм и правил. Рахима Мусина буквально на четвереньках пытается добраться до работы. И такие снежные баррикады образуются четвертый год подряд. В конце мая до июня снег держится. Ну, не так много, но есть снег есть. И все, оно идет во враг. Это территория на контроле экологов. Как выяснилось, участок у города арендует одно из предприятий и временно складирует снег. Правда, если все законно, почему все присутствующие на свалке начали придумывать оправдания? Свалка снежная, она как, законная? Не знаю, я просто заехал. Вы просто стоите здесь? Да, в туалет. А почему тогда с вами разговаривал, непосредственно водитель? Он адрес спросил. Складирование снега на зеленой зоне, где деревья, не допускается. Мы с этим проработаем. Эту организацию принудим, чтобы они здесь вывезли снег на зеленую зону. В Казани снег можно складировать лишь на официальных свалках и в снегополовильных станциях. Часть из них принадлежат водоканалу. В этот холодный период для экологов горячая пора. Сейчас уже обнаружено 10 незаконных свалок. За грязный снег юридические лица расплачиваются деньгами. Санкции от 250 тысяч рублей. Альбина Винебаева, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова